всем привет с вами александр ладинков приехала в гости сегодня славуто за славуто также можно это видео приписать к таврии также помимо таврии это у нас sense deo sense deo lanos 1.4 то есть двигатели аналогичные единственно что здесь еще карбюратор а там у нас инжектор двигатели на sense of lanos двигатель хозяин помыл молодец респект ему чистенький аккуратненький значит чем у нас причина ночью сейчас заведу посмотрим во-первых компрессия в первом цилиндре 7 2 3 у нас по 10 4 11 почти там 10 и 8 где-то плюхаем масло первый цилиндр компрессия взлетает там до 13 в таком духе то есть это означает что калечки так и плюс от дымит она вот смотрим дымок сизый постоянно присутствует подгазовываем видно дымок валит то есть масло у нас поджимаем все лучше человек съездил в нашу столицу в киев и у него киев и назад вы знаете из мариуполя и их назад это 1700 километров до 1700 литрух и у него сажало все приступаем к разборке для удобства снимаем капот сливаем антифриз и так далее и так прочее да так далее и кирилл наркомат так снимаем вот эту защитку нам удобнее будет снимать извлекаем ее отсюда так значит подставляем нашу тару видим вот у нас барашек на радиаторе откручиваем и он ключом на 13 пробочка на блоке откручиваем сливаем все охлаждающую жидкость также сливаем масло здесь квадрат на 9 тавристы все знают откручиваем пробку сливаем масло также шмотом фильтр вот ребят видим какой у нас тасол или антифриз ржавчина сплошная забыл же причину разборку сказал газы потверли расширительный бачок вот скорее всего пробила прокладку машина перегревалась возможно ее и поле но это будем разбирать смотреть поэтому снимаем голову он также решили делать надеюсь косметический ремонт пробег машины 91000 подкинуть колечки но будем смотреть по выработке не хотелось бы сильно тут хозяина утратится то есть сливаем эту мачмолу наверно будем ее выливать заливать сюда новый также что-то откручиваем 3 болтика завода видим фигурную терточку защелочки отщелкиваем по кругу и получаем доступ до корпуса фильтра здесь еще 4 гаечки на 8 как и везде снимаешь карбюратора и обязательно карбюратор тряпочкой закрываем после демонтажа корпуса фильтра все что видим вокруг наклапан провод все шланги подачу обратку бензина все это разъединяем трассе тросик газовый просик подсоса также что-то откручиваем два болта все тут очень сильном масле ладно там внизу видим под роликом два болтика вон они сухенькие ключом на 13 их откручиваем и послабляем здесь на 14 тоже срываем шкивочек снимаем шкив снимать его лучше удерживающим приспособлением есть у меня в видео ролик за это удерживающее приспособление удерживаем сам шкив и срываем болт хотя тут на 14 резьба тут не сильно крепко не сильно сильно зафиксирована поэтому можно придержать рукой и сорвать и так просто все здесь отпускаем нажимаем и тогда у нас ремень прослаблевает и легко сладится шкивочка также откручиваем клапанную крышку крепится он пятью болтами ключом на 12 вот видим извлекаем саму клапанную крышку так вот открутили болт наш сорвали тех два болта кстати здесь на 12 ну тут видимо от модельного года если на 12 есть на 13 на ланасе на сэнси там на 12 на таврии ранних лет на 13 здесь тоже 12 то есть нажимаю так вот одной рукой и здесь у нас получается слабина скидываю ремешок ремешок и затем спокойно здесь шкивочек можно чуть-чуть сидеть аккуратненько его так вот видим выходит одну вторую сторону не спеша извлекаем все все в масле конечно ужасно будем супер на также откручиваем полностью ролик видим пружинка аккуратненько не потеряйте и ролик стать уже уже хана надо меня также сальник видим тут в ужасном состоянии вот он естественно меня в общем откручиваем вот этот наш штырек это метка грм для шкива и вот еще один болт и все тогда у нас это пластина чуть отойдет даст возможность нам снять голову также мы слили охлаждающую жидкость поэтому можем все наши патрубки снимать этот с коллектором идет вместе с карбюратором не трогаем вот с другой стороны откручиваем противоположные в общем смотрим здесь смотрим вот здесь что у нас головки подходит с торца туда зайди рассматриваем по кругу спеша и все откручиваем все что нам мешает после демонтажа трамблера также шли демон здесь вот наш патрубок на радиатор с торца головки откручиваем вот у нас на печку с краником здесь откручиваем на 12 болтик крепление краником и вот видимо штуцер вот вниз шланга идет и откручиваем снимаем и после разъединения этой фишки видим подогрев коллектора вот тоже отсюда сдергаем эту шланку все теперь кидаем наш ключ и срываем голову значит что как я уже говорил у нас и шестигранник на 10 ставим и срываем голову срываем строю сразу не помог буквально градусов 90 не больше для чего это делается постепенно но первых с краев надо в обратной последовательности от того как мы зажимаем во вторых почему по 90 для того чтобы у нас сразу не было одна сторона полностью отпущена 2 зажата и не было корабление головки то есть рекомендуется так хотя бы один два приема а затем уже спокойно откручивайте как вам угодно выворачиваем наши все винты будем снимать голову и так главное с поднизу откручиваем штаны от коллектора 4 гаечки на 8 головка тут было когда-то на 13 вот и тут также что этот можем открутить тогда у нас чуть-чуть вниз уйдет не будет нам мешать там изначально подрывать так здесь все на 13 единственное видим время не щадит один даже принял головку на себя на 12 то есть эти гайки сразу меняем на новые потому что это следующий раз можно их не открутить спасибо вот этому нема гайковерту если бы не он то было бы гораздо хуже всего откручиваем извлекаем уже саму голову и коллектора плотненько так видимо ни разу не снималась переворачивать пербюратора желательно снять видим здесь у нас на 12-4 в общем сняли нашу прокладку и видим тут честно говоря откровенного ничего такого нету кроме вот четвертом цилиндре видим вот эти потемнения которые вполне могли себе подпускать немного ну чтоб там что-то страшное вообще откровенного так ничего нет конечно также снимаем наши коллектора привет откручиваем все вокруг которым было к разборке и все равно ногу можно надо смотреть чтоб прокладочка нормально это сказал евгений в общем все переходим на стол разбираем и так разбираем голову значит после демонтажа коллекторов и всего лишнего что нам мешает будем чистить обязательно поверхность кидать линеечку проверять ее нагнутость прежде клапана по-любому будет немного мешать поэтому сразу их уберем то есть берем значит сразу срываем здесь ключом на 12 7 наши контрагайки регулировочные и выкручиваем вот эти все болтики допустим этот клапан нам не нужно не подвертый выкручиваем побольше каждый и у нас под вот этот подвертый краск лапан этот заползет который слышно врач нас выбирает о есть есть все равно это дело будет сейчас разбираться клапана будут дефектоваться но за 90 тысяч я думаю с ними ничего сильно страшного не произошло просто будет притираться все перемываться и сальники клапанов заменены все теперь смотрим вот здесь вот аккуратненько зале не вот если такие вот чашечки эти чашечки берем коробочку чтобы не потерять аккуратненько складываем какую-то коробочку то есть мы сейчас извлекаем только по моему с двух клапанов у нас не извлечется все остальное свободно а с двух поджатых не извлекается то есть берем проворачиваем за распрыгвал и тогда у нас извлекутся оставшихся два так значит вкрутили болт единственное подбираю гаечку чтоб много не крутить ни в коем случае не в круче не наживляйте болт и не пробуйте прокрутить отвергой через этот штифт выламывает не надо очень хрусткая тут место поэтому немножко так проворачиваем видим у нас папа все соскочили эти мы можем лицезреть так вот он один и вот он второй все складываем в коробочку все здесь у нас значит получается все освобождено видим теперь следующую очередь теперь мы можем спокойно видим клапана у нас все закрыты спокойно ставить далее откручиваем нашу заглушку заглушка как и на поддоне здесь на 10 то есть на 9 квадрат на 9 то есть берем и срывая приготовил специально себе одну такую дистанционную такую то есть можно сюда накидывать и откручивать квадратики себе с головки все что снимаем будем складывать отдельно все это у нас заглушка оси коров мысел также берем отвертку видим вот здесь увидим у нас такой болт чтифт да и вот круче кстати он что-то совсем открученный совсем не зажатый все то же самое и так значит смотрите вот тут упер я голову видим общий вид вот тисочки через брусочек отсюда у нас будет вылазить сама значит берем здесь со стороны где у нас привод трамблер бензонасоса сюда берем и лоточком выбиваем запоминаем если кто не знает значит у нас стоит шайба коромысла пружина коромысла шайба на каждом цилиндре одинаково то есть по краям шайбы коромысла посредине пружинка без шайбы то есть просматриваем и таким способом берем оправочку желательно иметь цветного металла чтобы не расклепывать саму ось потому как если ее расклепать потом будет проблематично ее сюда засову надо забить и обращаем внимание смотрите с этой стороны у нас вот внизу отверстия отверстия это масло подающие они через полость головки подают в эти отверстия масло и свою очередь уже смазывают коромысла вот это период к первому цилиндру ко второму цилиндру так же самое здесь отверстие ты вижу я показываю здесь отверстие и вот здесь большее отверстие это как раз под наш фиксатор то есть это забивается потом вот это отравняется прокручивается чуть и фиксатор закручивается сюда все ось к коромысла у нас извлечена теперь спокойно просто надо сразу мою расставочку назад извлечь и теперь спокойно вот это дело разбираем не забываем за шайбы наши складываем там себе куда кому удобно и так итак после извлечения всех наших прибамбасов с коронослом извлекаем распредвал чуть-чуть можем подстучать здесь по полу через стальничек берем центруем его не спеша извлекаем то есть он здесь в данном случае ничем не фиксируется фиксируется опять таки приводом нашего пошел пошел все проверяем его на износ в принципе видим тут у нас шейки еще равномерно светлые обычно когда прослабленный болт он уже желтеет вот таки видим качество масло или тут что-то попадало не сильно тут все красиво и идеально ладно это все на моечку и все теперь у нас остается рассухарить клапана значит смотрите берем чуть-чуть берем головку длинную вороток одеваем и чуть-чуть берем простук каждый клапан чуть-чуть сильно не надо и так значит смотрите существует несколько способов в раз сухарки 1 но это неправильный подкладываем под клапана что-то чтобы они не гуляли у нас допустим берем какую-то пластину но желательно деревянный и он близкими ударами вот так вот берем общий вид 1 от силы 2 сухарики у нас не теряются в этой головочке все здесь у нас собирается но это неправильно вот правильный способ другой то есть немножко их простучал чтобы прослабить тарелку относительно сухарей что-то не спокойно вышел рассухариваются вот таким приспособлением тот способ но не смогут сказать что там неправильно что там не то так а то не так то что вы сухарями коцаете стержень клапана как раз в том месте где работает сальник наш сальники клапанов работа вот и все и потом эти потертости скажем так эти подра ности быстро жирают новый сальник и не работают на все 100 а так мы спокойно без ударов вот рассухариваем клапана вот один после рассухаривания извлекаем все наши пружинки кидаем на место и затем извлекаем сальники сальники извлекаются тоже либо там уже пассатижами там как удобнее либо у тебя есть специальный такой приспособа о зажала всем действие обратного молотка обычно она стягивает если нет другой инструмент так значит перед извлечением клапанов метим вот видим здесь у нас одна точечка одна здесь 2 2 3 3 но 4 мы не метим естественно это 4 просто чтоб для себя на смотрим значит на выработку направляющих в принципе еще допустимая выработка еще не сильно они болтаются ну как бы есть конечно определить так мы под машиной на телефоне память чего-то закончилась поэтому приходится снимать на фотик вот видим нам приходится немножко под домкратить под коробку подставить домкрат потому как у нас подушкой является наша лыжа которая уже снята то есть вот видим на этой лыжи то есть лыжа прикручивается к кузову автомобиля к ней вот такая вот байда с двумя подушками с двух сторон то есть откручиваем четыре гайки и выводим в сторону то есть а подушка подушки заходит вот отверстия есть внутри тут вот одна вот края точнее одно и второе вот так вот становятся все это все извлекаем предварительно под кревдом кратом вот и теперь по кругу ключом на 10 откручиваем наш поддон вы видим тут уже она навалила так ладненько все снимаем того чтобы снять ремень генератора откручиваем на 17 гайку и он там вот на 19 болт и все у нас генератор отходит и ремешок скидываем также у нас здесь все поддон практически откручен он уже отходит от автомобиля от блока точнее все поддон у нас алюминиевый поэтому аккуратненько его тут подрывайте что там у нас даже на герметике масло приемник у нас в принципе живой ничего не забито все отлично так ну что берем головочку на 14 откручиваем шатунные наши бугеля значит видим у нас на шатунах сбоку помечен он видно четверочка видно единичка плохо видно конечно но все помечено то есть не перепутаем так берем срываем крутим лекли мы два поршня 4 1 что видим видим у нас вкладыш имеет определенную потертость и вот такие вот мелкие точки не знаю фокусируется сейчас фотоаппарат не о видим точечки эти точечки на шатунных вкладышах означают прослабленность то есть вкладыша менять тоже шейка коленвала ну визуально она не подрана не подрана не подтянута также шипер вая все аккуратненько но вообще берется микрометр и проверяются размеры в литературе всегда есть размеры то есть допуски свои по допускам смотрим то ли нам подкидывать просто свежие стандартные вкладыши то ли нам снимать вал уже то есть снимать движок и делать его полностью так как никто не собирается сейчас не рассчитываем на капремонт подкидываем просто свежие вкладыши единственное сейчас проворачиваем еще на пол оборота откручиваем также второй третий поршень снимаем и один какой-нибудь у нас коренной открутим посмотрим состояние вкладышей коренных так также мы сняли маслоприемник чтоб нам не мешал тут два болтика ключом на 10 ну и все снимаем колечки с поршня будем кидать смотреть зазоры колец самих так значит открутил я одну коренную подушечку или бугелек и смотрим состояние тоже у нас нехти то есть коренные вкладыши тоже надо менять теперь смотрим проверяем осевой люфт берем две отверточки вставляем сюда смещать и туда-сюда то есть это так скажем на глазок не дергайся вот видим тут минимальный ход вообще правильно ставится индикатор часовой и индикатором замерять приблизительный ход ну скажу так здесь где-то десятки две полторы две десятки ход можно не полениться взять индикатор и проверить просто выкручивается у нас в таком случае центральный или третий бугель и там есть свои полукольца и подбором толщины полуколец выбираем этот зазор все таким образом если что мой люфт исправляем в принципе снимем посмотрим может быть чуть поменьше его и сделаем и так зажали поршенек в тисочке чтобы было удобнее нам извлекать кольца извлекаем кольца и пойдем проверять их износ цилиндры вот на что уделяем внимание видим маслосъемное кольцо наборное наше подклинившая под залегшие то есть она практически не крутится вот если уцеплюсь так уже покрепче вроде что-то пытается там о прокрутил но оно должно вообще легко ходить то есть имеет место жор масла именно в этом узле даже смотрю выдрать его оттуда с трудом получается есть и вот видим на кольце у нас вытру его немножко на кольце у нас видимо такой вот нагар вот он нагар который собственно говоря закоксовывается и глинит наше кольцо после чего появляется жор масла переходим под капот берем три колечка идем проверять зазоры на поршень сюда посмотри видим тут присутствует определенный нагар во всех канавках здесь где масло у нас стекала в принципе воль-мень чистенько а в других местах он все черное закоксованное промеряем зазоры вот видим зазор у нас тут ну не скажу что слишком страшный но уже за нормами то верхняя компрессионное кольцо затем смотрим нижняя более точно будет выставляться если проталкивать поршень ком в нижнем побольше держи свет вот видим какой зазор здесь теперь точно так же смотрим маслосъемное одно из то же самое зазор у нас великоватый ну как на верхнем в принципе все выработка в цилиндрах как бы присутствует ну незначительная то есть можем взять внутромер конечно нутромер нутромером более точно все промерить ну я думаю где-то сотки три-четыре будет как бы в принципе на отечественных машинах до восьми соток допуск все перемываем все перечищаем перечищаем нашу поршневую то есть вот это все должно быть надлежащим виде чистеньким здесь также обязательно чистим ну ладно при сборке буду уточнять то есть разборку мы закончили есть единственное что а то я уже потом все расскажу итак значит занимаемся чисткой поршня так вот его проходим к шаберам колечком кому как удобно единственно стараемся не царапать его поверхность так же чистим канавки ну и перед тем как чистить нам надо колечки нижняя компрессионная чугунная она ломается верхняя у нас стальная проверяем на ватность как говорят то есть перегретый был двигатель или нет то есть верхняя стальная берем вот так вот оп видим да согнулась другую сторону оп согнулась если он двигатель не перегрет и оно должно возвращаться в свое место а так она все значит берем эту выгибаем ну я думаю тут все знают как канавки чистить поршневые и вот вот таким способом самим колечком берем по кругу прочищаем чтобы у нас было все без нагара все наши дорожки под кольца блестели то есть верхняя этим колечком верхнем нижняя компрессионная и маслосъемная тем колечком которое мы сломали чугунным вот все значит видим наши поршеньки после чистки смотрим канавки вот такие канавки все чистенькие видим все каждую канавочку вычищаем тщательно также видим вот эти отверстия маслосливные берем шило и обязательно их пробиваем потому что как правило они закоксованные тоже пробиваем продуваем промываем все это дело видим чистое все одеваем новые вкладыши вот на подушке и на шатуне новые вкладыши также потом берем одеваем кольца кольца взяли вот такой вот фирмы фирма прямо стандартные 72 и 0 берем сразу у нас маслосъемное колечко здесь не наборное здесь она цельная рекомендация перед тем как ставить кольца на поршни проверяем в цилиндре их чтоб они там с нормальным зазором были и чтоб они не клинили то есть зазорчик у нас отличники где-то 02 ставим все кольца на всех кольцах должны быть пометка вот видим тут сверху прямо написано фирма либо топ либо вверх либо там у кого что вот видим расширитель у нас замок с этой стороны вот сюда проворачиваем значит на самом колечке будет противоположной ставим кольца с проворотом на 180 градусов второе то же самое видим прямо и вот с этой стороны топ тоже к верху то есть если у нас замок на маслосъемном кольце здесь значит тут разворачиваем через 180 ставим есть и верхняя компрессионная также самая меточкой вверх и ставим опять таки на 180 градусов то есть видим нижняя верхняя у нас здесь замки средняя с противоположной стороны замки у нас стоят не здесь не относительно пальца ставятся где-то на 45 градусов то есть посредине вот вот здесь и вот здесь все значит теперь наши поршня готовы то есть новые вкладыши новые кольца все почищено продукта на чистенькое складываем все берем коренные наши вкладыши и переходим вниз под машину для замены коренных вкладышей итак мы переместились под автомобиль выставляем коленвал в такое положение вот чтобы у нас наши щечки балансирные вот эти вот не мешали то есть вот так вот ставим все отпускаем все по очереди наши болты коренных бугелей здесь включено 17 и занимаемся заменой коренных вкладышей так как они тоже в таком состоянии которые желательно сейчас поменять подновить то есть коленвал мы не шлифуем вот поэтому подновляем таким же размером только свежие вот видим я тут на двух бугелях уже поменял вот у нас осталось шесть вкладышей широкие как мы знаем это у нас третья коренная шейка то есть оставляем ее на третью да вот они одинаковые такие они шире чем все остальные и снимаем вообще мы видим на всех остальных у нас и сверху и снизу прорези идут вот такая вот канавка масло сгонная вот а на новых вкладышах у нас 4 с канавкой а 4 голых без канавки значит что куда ставим ставим без канавки вниз к бугелю с канавкой вверх блоку так каким макаром это осуществляется так на втором на четвертом я поменял меняем сейчас на первом покажу вам срываем откручиваем наши болты полностью их не извлекаем для того чтобы нам было удобно извлечь сам бугель так извлекаем вот так за болты бугель видим наш вкладыш извлекаем вкладыш вытираем под ним нашу поверхность чтобы было чисто вставляем вкладыш голый как я говорил сюда все пока откладываем сторону занимаемся верхним вкладышем берем две тверки одну послабее одну помощнее смотрим где у нас замок замок у нас находится с этой стороны ближе к салону автомобиля значит с противоположной отверточкой берем вот так вот и выталкиваем видим там чуть вылез видно чуть пылится теперь большой тверкой берем за замок таким вот способом его оттуда выворачиваем все вывернули извлекли берем также новый вкладыш мажем его маслецом особенно заход то есть заход у нас будет вот вот с этой стороны с двух сторон его мажем и запускаем только теперь уже вот отсюда чтобы у нас замок стал свою канавку так опа вот он пошел и теперь его отверточкой чуть центруем так не вижу где он чуть-чуть его сместить надо все зашел теперь мажем наш вкладыш на подушке на бугеле чистым маслом не забываем замок замку и прикручиваем нашу постель на место один второй все закручиваем то же самое подкручиваем сразу вручную все это дело не зажимаем пока временно не зажимаем пока не осуществим замену на всех пяти шейках после осуществления замены затягиваем эти болты здесь у нас на 10 шаг 1.25 класс прочности 10 сколько там 10 и 7 10 и 9 класс прочности 10 и 9 значит 70 ньютон на метр или 7 килограмм можно затянуть в два приема 4 килограмма пройтись все по кругу а затем семерочкой пройти по кругу ну все таким способом осуществляем замену всех наших коренных вкладышей закончив работу с коренными вкладышами переходим к установке поршневой вот обязательно чистим поверхность блока сразу шабером то есть заточенный трехгряный напильник он хорошо отдирает кусочки прокладки герметика т.д. и т.п. потом мелкой наждачкой проходим так начисто также вот тут видим место нагара удаляем убираем все тоже меленькой наждачкой чуть-чуть проходим после шаберочка только аккуратно чтобы не царапать поверхность нашу так значит все вытираем начисто сухой чистой тряпкой также шейки коленвала вот видим внизу там вот теперь теперь мы мажем берем вот так вот масленку и масленкой каждый цилиндр по чуть-чуть и на шейку коленвала раз два все это все дело немножко размазываем все отлично теперь берем поршень мажем палец внутри мажем юбку поршня и место под кольца сами колечки также же вкладыш все это дело размазываем проверяем как у нас ходят наши кольца видим все легко крутится замечательно так проворачиваем кольца как я объяснял или я на камеру не объяснял не на камеру я не объяснял значит замки колец должны стоять через 180 градусов и 45 градусов от оси пальца или же отсюда то есть посредине вот сюда проворачиваем если у нас маслосъемное кольцо здесь значит верхняя компрессионная также напротив а нижняя компрессионная через 180 градусов то есть на эту сторону выводим выворачиваем так где она тут у нас вот так вот вот так вот так вот так вот ставится пош берем нашу обжимку смотрим как удобнее там его запасовать тик аккуратненько вставляем в обжимочку обжимаем берем молоток и вставляем в поршень в цилиндр сразу его разворачиваем чтобы он у нас четко на коленвал попал то есть можно чуть-чуть так простучать чтобы просадить наши колечки так видим все нормально теперь центруем все потихонечку все до упорчика видим поршень у нас на месте теперь спускаемся вниз также берем наш бугель мажем маслом гаечки спускаемся вниз и ставим замок замка так обращаем внимание где замок видно замок у нас спереди все значит берем наш бугель складышем и тоже замком к переду все подкручиваем и наши гайки до упора и затем ставим четвертый поршень после установки четвертого поршня обтягиваем первые четвертые шатуны проворачиваем коленвал на пол оборота и так же самое повторяем процедуру с вторым третьим поршнем и так после того как обжали проверяем чтоб у нас шатун немножко вот так вот гулял видим вот видим все все обтягиваем не забываем чистим нашу поверхность обезжириваем ставим прокладку на всякий случай немного герметиком и кидаем наш поддон на место аккуратненько заводи чтоб не содрать герметик все берем наши болтики и как помним от центра потихонечку расходимся обтягиваем по кругу в общем после установки поддона не спешим нашу траверсу закручивать так как нам надо заменить передний сальник коленвала и тут о боже кто скажет кто скажет о жопа короче говоря как его менять на таврии на славути тут идет вот такой сплошной лонжерон который буквально миллиметров 5-7 до шкива то есть он естественно не выйдет плюс здесь не болт а гайка видим гайка на 30 поэтому приходится снял я подушку вот здесь вот как помним у нас здесь находится подушка вот она я уже новую купил потому что та подранная подушечка она оттуда со стороны пружины откручивается один болт и от кронштейна снизу вот здесь второй болт ну и так же сняли кронштейн чтоб нам меньше мешал значит как заклинить коленвал ну включив пятую передачу тормоз когда двигатель вывешен он как сосиска болтается это тяжело будет вот видим у нас отвертка воткнута вот там вот есть заглушечка пластиковая ее отверточкой извлекаем ту заглушку и как раз у нас венец маховика здесь появляется то есть берем отверткой клиним и ключом на 30 вот единственное что не рожковый вот такой вот накидной нужен нам ключ накидываем сюда вот на гайку шкива и срываем один держит отвертку второй срывает шкив и так вытягиваем гайку шайбочкой такой смотрим все подрываем шкив с одной и с другой стороны лучше двумя руками будет удобнее конечно так берем двумя руками двумя сразу пошел и вот оно у нас тут вот так вот выползает если что можно чуть-чуть его закосить еще больше есть все этот гребаный шкив у нас в руках также берем поддеваем отвертками сейчас секунду ясно и пробуем вот так его вообще лучше съемником его стягивать конечно но здесь видим места для съемника вообще нету поэтому пробуем отвертками вот так вот потихонечку потихонечку сальник этот лучше сразу менять да конечно волокиты он нам добавил капитально не так как на нормальных ой простите на обычных машинах ну тем не менее лучше этот сальник поменять сейчас чем потом смотреть как он течет и жалеть что делает двигатель пусть даже и косметический ремонт и не сделали это так все откручиваем вот такой же штырек вот видим ключом на 10 извлекаем наш этот кожух весь целиком тоже его моем и занимаемся заменой сальника такая картинка у нас открывается да забыл упомянуть что мы задираем его домкратом он видим домкрат у нас прям под ребро нашего поддона ну и вот тут столько грязи столько всего перед тем как менять сальник все это вычищаем промываем также нашу ту защитку вон она стоит металлическую моем чистим затем меняем сальник и ставим назад эту защиту опускаем двигатель также ставим нашу подушку новую в общем все в обратной последовательности значит сальник меняем забиваем между валом и сальником отвертку по диагонали и грубо говоря как рычагом выворачиваем его оттуда затем протираем все насухо начисто обезжириваем и садим новый сальник на место рабочую кромку сальника смазываем маслом так вот видим помыли немного почище стало все приступаем к замене сальника вот я новый сальник вставил внутреннюю кромку как говорил помазал маслом наружную чтоб перебдеть герметиком внутреннюю кромку аккуратненько вправляем на вал на ступеньку я допустим щупом где-то 0,4 вот таким чтоб не порезать аккуратненько вправляю по кругу все вправил теперь дальше как быть значит смотрите берем какую-либо проставку вот я нашел такую шайбу алюминиевую ставлю шайбу так как здесь неудобно то понятно если там со снятым двигателем гораздо удобнее будет другой способ спокойно там наставочку наставил забил и все ставим наш шкилочек коленвала временно вот и берем гайку нашу стандартную отсюда и этой же гайкой запрессовываем наш сальник она как раз равномерно будет запрессовываться и аккуратно берем ключик она отсюда впереди таким способом задавливаем наш сальничек видео тут можно сделать дизель шоу дизель привет привет как дела еще чуть есть раз все так запрессовал сальник далее все повымывали вот тот шкивок обязательно вымываем и смотрим на износ если износ превышает допустимые нормы меняем шкив коленвала зубчатый вот этот также поставили эту пласт то есть металлическую защиту металлический кожух закрепив его вот этой шпилькой и сразу пока нам удобно да также зажал шкив коленвала на 30 и ставим пока удобно ролик натяжной просто сейчас доступа больше что делаем наживили болты верхний нижний сразу его взводим видно вот опа взводится чтобы потом нам было удобнее работать и затягиваем верхний болт все это можем не затягивать потому что будем отпускать потом оно у нас натяжка произойдет и натянет ремешок ремень тоже также же новый запустили ремень как видим ставим если стрелочки есть то стрелочки по ходу движения если нет чтобы читаемо было от крыла все это и есть правильная установка ремня все теперь пусть он так пока временно будет заведенный можно его менять конечно не снимая шкива ну зачем лишний раз его через заламывать здесь если он у нас все равно снимался то есть до установки шкива кидаем ремешок и фиксируем его здесь временно все переходим к установке подушки и так двигатель у нас на месте подушка установлена не забываем болт на 17 у нас с той стороны от пружины закручивать прикручивать именно вот этот кругляшок и внизу на кругляшке шпилечка также снизу также на 17 закручиваем кронштейн на трех болтах на 12 после этого ставим кидаем кронштейн генератора я его снимал потому что ремешок короткий и пришлось максимально приблизить генератор к блоку чтобы удалось нам снять ремень соответственно и поставить все натяжку осуществили все затянули этот болт у нас на 17 если кому необходимо кронштейн скручивать также на 12 все внизу тоже на лыжу поставили то есть двигатель полностью закреплен так ну теперь что переходим к нашей голове голову забрал от шлифовщика вот видимо такая она вся гладенькая красивенькая сняли 6 соток то есть это немного ну я в принципе видел что ее можно было еще пустить поработала бы еще до следующего раза походила но лучше как говорится перебдеть поэтому ее так помыли шлифанули видимо у нас чистенькая внутри конечно хотелось бы чуть чище лучше пусть будет так сильно времени у меня нету ее вылизывать гораздо чище чем было потому что было в нагаре тоже неплохо также чистим все наши посадочные места под коллектор здесь под 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 трубок и под привод все очищаем от старых прокладок значит что берем наши клапаны также почищены видим чего не скажешь о пружинках пружинки сейчас еще предстоит все с коромыслами перемывать вот и переходим к притирке да начал я притирать и именно что некоторые могут сказать а прорезать седла вот именно что здесь требует только притирки смотрите какие тут седла так фокус у нас ловит ну вот видим кромка у нас узенькая что на впуске что на выпуске вот видно на всех отлично вот чего-чего ну вот качество вот здесь вот седел ширины кромки вообще меня поразило вообще не стоит ничего делать чисто притереть и все так ну смотрите два клапана я притер в принципе если вдруг кому интересно процесс притирки могу показать берем клапан естественно уже помытый почищенный от нагара либо же может у кого-то в каком-то случае это новые клапана естественно наши направляющие здесь все промывается выдувается что должно быть сухо и чисто внутри так вот у меня притирочная паста в виде клапана вот я купил попробовать вот такую вот с двух фракций мелкозернистая и среднезернистая ну допустим давайте со средней начнем беру на рабочую кромку наношу немножко пасты единственное видим здесь носика никакого нет немножко не так удобно как было бы это допустим вот работать вот этим вот клапаном видим здесь носик заверши удобненько наносим ну да ладно не суть важно кидаем пружинку можно несколькими способами притирать я пока притираю таким способом и вот немножко масла для того чтобы у нас не задирало направляющую все так беру шуруповертом липучку и на небольших оборотах вращаю то в одну то в другую сторону переставляю переставляю сейчас двумя руками буду центровать будет лучше получаться вот такими вот ударными возградно-поступательными движениями мы его притираем на небольших оборотах периодически меняя реверс затем клапан извлекаем вытираем насухо и смотрим беговую дорожку на клапане вот она должна быть без всяческих там точечек и наша дорожка должна быть закольцованная не должно на ней быть никаких там лишних вот видим мелкие у нас фракции точечки есть то есть желательно еще разок пройти то же самое проверяем само седло клапана вытираем здесь хорошенько берем свет и смотрим ну не знаю камера наверное не передает но вот седло в данном случае у нас идеально а клапан нам еще желательно подработать то есть берем и повторяем процедуру вообще клапана можно проверять там если свеча закручена залить бензином или керосином или там солярой кому чем удобнее вот но керосин имеет лучшую текучесть лучше покажет но это долго кто воздух подает вот вместе с под коллектора подают воздух но это на засухаренных клапанах уже и проверяют текучесть можно еще также фонариком берем мощный фонарик выключаем освещение допустим да вот и фонариком светим вот здесь вот по ободку клапана один второй и в окошко подглядываем вот сюда светится у нас или не светится вот такой вот способ еще ну в общем притираем оставшиеся все клапана ну вот к примеру клапан до притирки видим раковины такие да чуть ближе к верху и вот клапан после притирки вот такое должен быть так наша головка притертая все клапана смазываются и вставляются в свои направляющие как помним по очереди значит что занимаемся установкой сальников клапанов купил фирмы Элринг мне лично они нравятся вот у нас такие вот шайбочки здесь тарелочки значит что прежде чем ставить сальники проверяем через тарелочку проходит но это не обязательно можем сразу тарелочки покидать можем кидать сразу шайбы в принципе они нам не мешают но лучше конечно сальники мы тогда видим упор их и можем контролировать значит что на нашей клапанчуке надеваем с фирмой ГЁЦ идут вот такие вот втулочки для чего они нужны для того чтобы вот эти вот кромки острые под сухари наши сальники не коцать значит одеваем вот эти вот втулочки мажем маслом рабочую поверхность сальника и одеваем туда один второй все втулочки можем извлекать отсюда сразу переставляем на следующие клапанчуки значит что дальше берем молоточек в принципе бывает по-разному бывает идет от руки надавил и оно в упор и стало бывает молоточком надо ну оно и молоточком можно сейчас мы упор видим вот получается вот отсюда вот видим где у нас сам сальник заканчивается а где упор на направляющей да то есть берем и забиваем сильно не стучим так короткими ударчиками оп услышали звон когда стал сальничек все вот как раз мы видим он дошел до упора дальше бить нельзя ну в принципе на этих направляющих мы ничего страшного не сделаем а на других машинах можно и порвать сальники все значит продолжаем процедуру со всеми остальными сальничками затем кидаем эти тарелки пружины и засухариваем и так значит после того как сальники клапанов запрессованы засухариваем нашу голову ну как засухаривать я думаю не стоит показывать после этого единственное что приподнимаем головку там на коленях или главное чтобы клапана у нас не упирались и через бронзовую или какую-нибудь из мягкого сплава проставочку по пару ударчиков по стержню клапана для того чтобы просадить наши сухари все простучали мажем шейки распредвала и оси коромысел также вот распредвал у нас помытый и аккуратненько вставляем его на место так берем вот здесь одним пальцем центруем и вставляем так есть все распредвал на месте теперь готовим нашу ось коромысел промываем ее продуваем тщательно все отверстия проверяем также подвозь мажем смазываем саму оську берем наши прибамбасы то есть коромысла с пружинками и шайбами тоже все готовим и собираем конструкцию обратно помним что у нас здесь вот эти вот отверстия тоненькие это обращены к низу сверху отверстия нет под фиксирующий болтик забиваем и так видим собрали мы головку кроме коллекторов конечно значит что готов коллектора значит ось коромысел мы забивать все таки удобней со стороны четвертого цилиндра объясню почему в конце у нас есть прорези на самой оси и перед тем как попадать вот сюда вот фиксирующий болт на фиксирующий болт его можно отверткой немножко крутануть вправо влево помним да у нас шайба коромысла пружина коромысла шайба и так на каждом цилиндре все все наши тарелочки здесь также поставили на все клапаны также ставим патрубок вот этот помним в пуклой частью вот к приводу и кидаем наш привод бензонасоса и трамблера все прокладочки здесь поменяли все поставили также вот эту заглушку не забываем ставить на герметик потому что может подтекать чуть масло с него также заменили передний сальник предвала теперь кидаем прокладку вот и ставим коллектора так коллектора мы собрали на место все головка готова кидать значит обижируем поверхность эту нашу блестящую красивую вытираем насухо также поверхность на блоке еще хочу уделить внимание вот родные отверстия на прокладке видно да как канал перекрывает вот особенно вот здесь он пол пальца у меня тут упирается то есть ужасно то есть я взял перебил отверстие и у нас получается теперь так что у нас получается у нас получается тут немножко получше надевается ну уже по крайней мере это отверстие четко отверстие тут в принципе тоже четко вот качество прокладок какое также наши шпильки купил я новые гайки вместе с этой прокладкой потому как те в ужасном состоянии уже снившие были берем бронзовой смазочкой сразу мажем высокотемпературной чтобы потом у нас они открутились они прикипели и слезались и мы мучались с откручиванием все вот так идем под капот так под капотом тоже все обезжирили вытерли начисто поставили подвели первый поршень к верхней мертвой точке оно к верхней или мертвой не чуть прокрутился ну то поставим уже перед установкой ремня ГРМ уже и все кидаем нашу прокладочку вот направляющей все все четко теперь берем голову и кидаем на место болты предварительно у нас вымыты вычищены и надо их на них нанести небольшой слой масла под шайбу и резьбовую часть соответствую заводим переднюю часть где у нас распредвал соединяется с шкивом распредвала и потихонечку попадаем на направляйки так о все теперь эту прижимаем как будет рациональней все смотрим что у нас попало полностью на наши направляющие берем болты болты должны быть смазанными ну не слишком обильно чтобы у нас вдруг той лишняя жидкостью не раздавило блок вставляем и зажимаем от центра и так значит подкрутили их до упора значит затягу я эту голову в три приема значит 30 ньютон метр 60 и 92 по литературе здесь от 9 до 9 с половиной килограмм то есть либо вот 95 ньютон то есть берем сразу троечка у нас расходимся папа от центра папа и потихоньку краям крест-накрест так есть так есть так все можем первых два болта проверить в принципе подтянута все отлично все ставим 6 килограмм втягиваем второй прием потом ждем минут 20-25 чтоб она немножко оселась и где-то 9,2 килограмма пока мы ждем собираем все вокруг в обратной последовательности крепим кожу кидаем шкивы распредвала регулируем клапана подсоединяем штаны к коллектору все патрубки ну в общем все как обычно так после обтяжки головы отрегулировал я клапана поставил клапанную крышку видим на месте кидаем ремень грм метки помним он на шкиву у нас точечка да и совмещаем с тем острием вот отсюда она будет совпадать так же самое и здесь у нас вот острие вот точечка на шкиву распредвала значит как помним ролик я взводил то есть спокойно надел ремешок отпустил болты прокрутил коленвал два ворота и зажал болты то есть специально натягивать то есть рукой помогать не надо усилия пружины вполне достаточно так все здесь затягиваем можем тоже оставить кожух так же устанавливаем карбюратор все патрубки системы охлаждения так же сейчас поставим трамблер ну в общем скидываем и так значит поставил трамблер поставил по старым меткам чтобы долго не ловить не искать все наши водяные вакуумные тут все в общем все соединяем значит подкачиваем бензин проверяем чтоб у нас ускорительный насос работал а он работает так все здесь по меткам здесь по меткам пробуем пробуем заводить видно тут что-то с ума сошел вентилятор только накидываешь массу сразу вентилятор работает по меткам удалить на вентилятор и вентилятор будет ну как подключить а зато вентилятор В общем, все. В принципе, основную работу мы сделали по ремонту двигателя. Через тысячу километров попрошу, чтобы человек подъехал, отрегулировать клапана. Ну, естественно, оттянуть голову, отрегулировать клапана и промеряем компрессию. Немножко она начнет прикатываться. Так, ну, всем удачи, пока! Продолжение следует...